На моем дачном участке в настоящее время используются два основных сорта клубники. Это, как я уже говорил, сорт Лорд и сорт Юля. Климат в нашей местности довольно суровый, поэтому далеко не всякая клубника его выдерживает. Поэтому я постоянно выращиваю в небольшом количестве на пробу 2-3 неизвестных мне сорта, чтобы проверить, подойдут они мне или нет. Сейчас у меня в числе прочих испытываемых сортов является, ну для меня в всяком случае относительно новый сорт, это солнечная полянка. Ну сначала я конечно присмотрелся к плодоносящим кустам, ягодкам этих сортов, которые испытываю. И только после этого я решил вырастить их у себя на участке. Побегами размножения и семенами клубники мои знакомые садоводы щедро делятся друг с другом. И вот таким образом я получил 10 усов этого сорта солнечная полянка. Ну что можно сказать, солнечная полянка мне сразу понравилась своими крупными ягодками. На вкус они тоже оказались очень неплохими. Этот сорт, как мне известно, был получен в результате скрещивания сортов феи и торпеды. Ну фею я знал и раньше, была когда-то у меня. Эта клубника росла, ну ничего плохого про нее сказать не могу. Ну и хорошего тоже. И в конце концов я от нее отказался. Про торпеду мне ничего не известно, видел ее только на картинках. И вот садовод, который поделился со мной этим сортом, заверил, что этот сорт довольно выносливый, достаточно урожайный, зимостойкий, устойчивый к земленичному клещу и различным другим, в том числе и грибковым заболеваниям. Последнее для меня очень важно. Это большой плюс, потому что клещ у меня очень докучает. У меня он на участке, к сожалению, есть. И вот полученные усы я высадил пораньше, в июле, как только их получил. То есть мы их срезали и я их сразу высадил. После высадки рассаду я регулярно поливал, рыхлил, ну как обычно. Слабенькие кустики такие тоже оказались. Я в жару притенял от палящего солнышка. Дважды подкармливал, как и всякую маленькую рассаду. Применял раствор куриного помета 1 к 20 примерно. И вот клубника принялась и уже даже начала плодоносить. В результате что можно сказать? По результатам уже, скажем так, двухлетнего применения этого сорта. Уже у меня целая грядочка в Солнечной Полянке. Кусты в Солнечной Полянке очень мощные. Первые ягодки очень крупные. И даже бывают просто гиганты. Ну а уже следующие потом уже идут уже помельче. Урожайность довольно высокая. Ну правда гнили на ягодках побольше, чем например на Лорде. Видимо надо Солнечную Полянку садить пореже. Как я вот сажу Лорд, например, и другие сорта. Ну где-то на расстоянии, ну сантиметров 35-40 между кустиками. А Солнечную Полянку, видимо, надо садить пореже. Потому что уж больно, у нее мощные кустики. Ягоды у Солнечной Полянки удлиненные, конусообразные. Бывают часто неправильные формы, такие своеобразные на вид. Но особенно когда крупные, смотрятся очень оригинально. Вкус вполне хороший, кисло-сладкий. Ягоды довольно крепкие, вполне пригодны для транспортировки. Действительно, клеща на Солнечной Полянке не очень много. Хотя он, конечно, тоже есть. Но не так, как на других сортах. И буду определяться Солнечной Полянкой, разводить ее побольше или нет. Ну, наверное, на следующий год. После того, как она достаточно себя уже покажет. Первое впечатление от сорта Солнечная Полянка. Сорт неплохой. Действительно, он неприхотливый, очень мощный. И самое главное для меня, что он стойкий к морозам. И достаточно урожайный. Вот такой сорт Солнечная Полянка. Пока он мне вполне подходит. Возможно, буду разводить его и в дальнейшем. Неплохой сорт.